Всем привет! Меня зовут Илья Яшин. И сегодня я хочу поговорить про спецслужбы, которые все больше контролируют нашу жизнь, а также про секс, который используется как инструмент политической борьбы. Да, речь пойдет про так называемые «медовые ловушки». Для тех, кто не в курсе, поясню. Это прием, который используют многие разведки мира. Такой типичный сюжет из шпионских фильмов. Вот есть человек, обладающий важной информацией, и его хотят завербовать. В баре с ним знакомится симпатичная девушка, пара проводят вместе ночь в отеле. А потом человеку показывают видео, снятое скрытой камерой, и предлагают сотрудничать. Если отказывается, угрожают опубликовать или отправить жене. На сленге «спецслужб» это и называется «медовой ловушкой», которую применяют для шантажа, вербовки или для дискредитации. Классика шпионских игр. Но в России такие методы активно используются и во внутренней политике. В медовые ловушки, расставленные ФСБ, попадали оппозиционные лидеры, известные журналисты, крупные чиновники. И мало кто помнит, но именно с такой спецоперации началось восхождение Владимира Путина. Именно девушки с пониженной социальной ответственностью, как он сам их называет, открыли Владимиру Владимировичу путь в большую политику. В конце 90-х годов нынешний президент убедился, насколько сильным оружием может быть секс и насколько уязвимым становится человек, неспособный устоять перед женским обаянием. Сегодня мы подробно поговорим про медовые ловушки в российской политике. Я и сам не раз с этим сталкивался, так что поделюсь личным опытом. Хочу, чтобы вы знали, на какое дно эти люди в Кремле готовы опускаться ради сохранения собственной власти. В общем, не переключайтесь, поставьте лайк, досмотрите до конца. Будет интересно. Я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду очень рада с ним познакомиться. Девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у меня самые лучшие имени, безусловно. И под это дело мы компромат на них находим. И они никогда не пойдут против президента. Итак, 1998 год. Президент России Борис Ельцин подписывает указ о назначении директором ФСБ мало кому известного на тот момент подполковника Владимира Путина. Пресса обсуждает, что свою должность он получил по протекции Анатолия Чубайса и будет защищать интересы так называемого семейного клана российских олигархов. У этого клана как раз возникли серьезные проблемы. Генеральный прокурор России Юрий Скуратов объявил войну ельцинским олигархам. Возбуждено уголовное дело по фактам коррупции. Обвинение в получении взяток предъявлено кремлевским чиновникам. Подозреваемым стал сам Чубайс и ряд членов правительства. В Кремле понимают, Скуратов хочет стать президентом на антикоррупционной волне. Его надо остановить. И вот перед новым главой ФСБ ставится деликатная задача — решить проблему с генеральным прокурором. Путин берет под козырек и приступает к оперативной разработке Скуратова. К марту 1999 года дело было сделано. По официальной версии в доверие генерального прокурора вошел крупный бизнесмен, который поддерживал его политические амбиции. Следователи указали, что этот бизнесмен сделал подарок Скуратову, организовал встречу с двумя девушками, готовыми выполнять любые сексуальные желания прокурора. Вскоре кадры, снятые скрытой камерой в спальне, появились в эфире Федерального ТВ. Я долго терзался, показывать ли пленку Скуратова с проститутками вам. Минус в том, что изображенное на пленке непотребно. Собственно, проблему я бы обрисовал так — может ли генеральный прокурор страны получать подарки в виде услуг проституток? Выяснилось, что съемка проходила в доме номер 3-9 по улице Большая Полянка. Еще с 80-х годов это была конспиративная квартира, закрепленная за КГБ. Девушки, понятное дело, тоже работали на спецслужбы. Скуратов отрицал подлинность пленки, но это уже мало кого волновало. В отношении прокурора возбудили уголовное дело, заподозрив в том, что подаренная ночь с проститутками — это форма взятки. Расследование дела вел лично Путин, который публично заявил, что подлинность пленки не вызывает сомнений, а девушки получили защиту ФСБ. И вскоре Ельцин подписал указ об увольнении генерального прокурора. На этом карьера Скуратова, по сути, закончилась. А Путин, наоборот, убедил своих кремлевских друзей в том, что именно он должен стать преемником Ельцина. Очевидно, Путин был очень доволен тем, как ловко разобрался с влиятельным чиновником. Это был опасный конкурент — политический тяжеловес. И завалить такого монстра удалось с помощью всего лишь двух хорошо подготовленных девиц, которые в прямом смысле нащупали слабые места прокурора. С этого момента медовые ловушки становятся обычным явлением для российской политики. После победы на выборах Путин последовательно увеличивает влияние ФСБ. И спецслужбы активно используют сексуальную дискредитацию и шантаж против оппонентов Кремля. В 2001 году Путин пошел в атаку на крупного бизнесмена Владимира Гусинского. Главной задачей было отобрать у него телеканал НТВ, который имел большую аудиторию и ежедневно критиковал власть. На фоне экономических разборок, судов, митингов, ФСБ не отказала себе в удовольствии спровоцировать секс-скандал, чтобы подставить одного из ведущих журналистов НТВ — Евгения Киселева. В интернете появилось видео, где похожий на Киселева человек проводит время в постели с двумя девушками. То есть действовали по уже отработанной схеме — конспиративная квартира, гейши в погонах и скрытая камера. В отличие от Скуратова, Киселев не стал ничего отрицать. Публично заявил, что его личная жизнь не касается никого, кроме его супруги. На этом, собственно, скандал и закончился. Журналист на госслужбе не состоял, претензии по поводу частной жизни к нему выглядели мелко и нелепо на фоне фактической национализации оппозиционного телеканала. Но задача таких информационных атак не только в том, чтобы снять человека с должности или возбудить уголовное дело, как в случае с Скуратовым. Смысл в том, чтобы дискредитировать оппонентов власти, уличив их в лицемерии, супружеской неверности, то есть в аморальном поведении. По сути, выбить из психологического равновесия, когда человек вместо критики власти вынужден бесконечно оправдываться за свое поведение. Спустя несколько лет спецслужбы организовали большую спецоперацию, расставив целую сеть медовых ловушек по всей Москве. В них угодили независимые журналисты, оппозиционеры и даже некоторые чиновники. Вляпался тогда в неприятную историю и я сам. Летом 2008 года я получил сообщение ВКонтакте от незнакомой девушки по имени Катя. Мне было 24 года, девушка симпатичная и явно проявляла ко мне личный интерес. Мы встретились, выпили кофе, сходили в кино. Пару раз я оставался у нее на ночь и у нас завязались ну такие легкие отношения без особых обязательств. Дело молодое. Честно говоря, девушка изначально вела себя немного подозрительно, хотя я не придавал этому особого значения. Но, например, на ее странице ВКонтакте было указано только прозвище – Катя Муму, а фамилию она скрывала. Объясняла это тем, что у нее какой-то очень серьезный папа и не хочется привлекать к нему внимание. Как-то в шутливом разговоре я предположил, что фамилия ее, наверное, Герасимова. Девушка была ошарашена и спросила, как мне удалось это выяснить. А я всего лишь предположил, что раз прозвище Муму, то фамилия по логике Герасимова. Оказалось, угадал. Итак, Катя Герасимова по прозвищу Муму. В 2008 году она модель в одном из столичных агентств и гоу-гоу-танцовщица в ночном клубе. Ну а кроме того, как выяснилось позже, сотрудница ФСБ, работа которой – создавать компромат на критиков власти. Жарким августовским днем 2008 года Катя пригласила меня в гости и встретила на пороге в компании еще одной симпатичной девушки. Отказаться от секса втроем я не смог, признаю – грешен. Но когда Катя достала огромный пакет с секс-игрушками, немного напрягся. Поверьте, я не ханжа и понимаю, что у девушки могут быть разные игрушки. Но в пакете была такая огромная коллекция, что это вызвало подозрения. А вот когда в комнате появились наркотики, сомнения исчезли вовсе. Я понял, что вляпался в ту самую медовую ловушку, о которой до сих пор слышал только в кино. Честно говоря, я думал, что вот прямо сейчас в квартиру вломятся оперативники, и мне придется доказывать, что кокаин не мой. Но этого не произошло, и квартиру я покинул буквально на ходу, натягивая джинсы. Я понимал, конечно, что мои приключения с этими девицами сняли на скрытую камеру. На всякий случай решил предупредить друзей. И тут выяснилось, что вторая девушка, ее зовут Настя Чукова, в то же время познакомилась с журналистом Ильей Барабановым, который был известен критическими публикациями. Настя пыталась развести его по той же схеме, что и меня. Активно писала ВКонтакте, предлагала встретиться, зазывала в гости, но Барабанов мудро отказался от встречи. Кремень, а не человек. Спустя несколько месяцев стало ясно, что девушки работали очень масштабно. В сети один за другим начали появляться видео сексуальных развлечений Кати Муму и ее подруг с оппозиционными политиками Эдуардом Лимоновым и Александром Поткиным, с журналистом Михаилом Фишманом, с писателем Виктором Шандеровичем. Журналисты выяснили, что скрытой камерой сняли даже вице-премьера Аркадия Дворковича, которого ФСБ подозревало в связях с оппозицией. Но видео с его участием так и не выложили. Видимо, в случае Дворковича компромат использовали как инструмент шантажа и давления. Любопытно, что и мое видео с девицами так и не появилось в интернете. Скорее всего, потому что заказчики поняли — никакого компромата не получилось. Но судите сами, я был молод, не женат, к наркотикам не притронулся, резиновые члены так и остались лежать в пакете. Ну а дискредитировать 24-летнего парня сексом с двумя девушками, даже в нашей консервативной стране, согласитесь, довольно сложно. Кроме того, как только начали публиковать первые видео, я сам рассказал в соцсетях о случившемся и получил большую общественную поддержку. Многие восприняли историю с юмором, видео это всплыло в итоге спустя 12 лет, его анонимно прислали моей жене за пару дней до свадьбы. Мне она показывать не стала, но сказала, что смотрюсь я в кадре нормально. Флот не опозорил. В этом сюжете есть интересный момент, на котором я хочу остановиться подробнее. Речь про то, как девушки знакомились с объектами оперативной разработки. Это ведь разные люди, разных возрастов, с разными интересами. На каждого нужен отдельный психологический портрет, чтобы найти индивидуальный подход. Например, Михаил Фишман возвращался ночью домой и на перекрестке увидел Катю, которая ловила машину. Короткие шорты, яркая внешность. Фишман любезно согласился подвезти девушку домой. А на следующий день она написала ему в соцсетях, что, конечно, узнала известного журналиста, но постеснялась сразу признаться. И вообще она большая поклонница, очень хотела бы встретиться вновь. Ну и пригласила в гости. К Шендеровичу та же Катя пришла под видом молодой журналистки, чтобы взять интервью. Слово за слово и оборона сатирика пала под напором девичьего обаяния. Если же говорить про меня, то я, наверное, был самым простым объектом разработки. Девушка мне понравилась, так что тут вообще большой вопрос, кто кого разводил. Она меня или я ее? Ну а самая забавная история приключилась с политологом Дмитрием Орешкиным, который по задумке ФСБ тоже должен был попасть в медовую ловушку. Катя Муму представилась аспиранткой и попросила помочь с научной работой. Но ехать в гости к незнакомой девушке Орешкин отказался. Он пригласил ее домой, где, к удивлению гейша, познакомил ее с женой, напоил чаем и отправил Катю домой. Интересно, кстати, что сюжет этот спустя несколько лет был положен в основу художественного фильма «Ее звали Муму», который снял режиссер Владимир Мерзоев. Девушку Катю сыграла актриса Ирина Вилкова, ну а я стал прототипом персонажа, который сыграл Петр Федоров. Катя, свобода, иди-ка. Да. Как я могу прокомментировать ситуацию? Так. Во-первых, я считаю, что мы напугали власть. Напугали власть. Теперь она все время будет ошибаться. Однако далеко не все медовые ловушки ФСБ выглядят как такой вот веселый фарс. В 2015 году произошла очень тревожная история, о которой я тоже хочу с вами поделиться. В ВКонтакте я получил сообщение от некой девушки. Знакомая ситуация, модельная внешность, симпатичная и очень живой интерес к политике и конкретно к моей персоне. Красотка интересовалась моей работой, хотела помогать на выборах и выражала всяческую поддержку. Но выяснилось, что девушка живет в Крыму. Она приглашала меня в гости, рассказывала, как красиво летом на полуострове, как здорово мы проведем время. Надо просто приехать. Наученный предыдущим опытом, я, конечно, никуда не поехал и постепенно свел общение на нет. И вот спустя несколько месяцев девушка снова мне написала, признавшись, что познакомилась со мной по заданию оперативника ФСБ. Ей поставили задачу соблазнить меня, выманить в Крым, где должно было что-то произойти. Что именно, непонятно. Вот что она писала мне зимой 2016 года. Это выдержки из нашего диалога ВКонтакте. Слушай, я хочу рассказать один секрет про тебя. Меня в Севастополе ФСБшники попросили добавить тебя в друзья и соблазнить. Смысл был такой, чтобы ты приехал в Севастополь. Зачем? Не сказали. Просто денег пообещали. Сказали, я не обижусь и учебу мне хватит оплатить. Расскажешь подробнее? Дело было летом. Мы с подругой снимали квартиру, у нас часто оставался ее хахаль. И он мне как-то говорит, что им с коллегой нужно найти красивую телку, чтобы подослать к одному политику. Короче, мы поехали в Симферополь и встретились с его другом. А с чего ты вообще взяла, что они с ФСБ связаны? Моя подруга с тем мужиком давно встречается. Мы знали, что он из ФСБ. В общем, они сказали, что моя задача вытащить тебя в Севастополь или влиться к тебе на работу. Я спрашиваю у него, Леша, зачем это вам? Он говорит, что особо сам не знает, это нужно его другу. И что если бы ты приехал в Севастополь, ты бы на время исчез. А мы бы на руках насели тебя и деньгами отблагодарили. Ну понятно. Спасибо, что рассказала. А чего отказалась-то? Потому что меня запугала подруга, что с тобой что-то сделают. А от меня избавиться, что ее Хахаль и его друзья такие. Честно говоря, эта история до сих пор меня беспокоит. Девушка познакомилась со мной через несколько месяцев после убийства Бориса Немцова. Зачем крымским ФСБшникам понадобилось выманивать меня к себе с помощью медовой ловушки? Чего они хотели? Показательно, что и сама девица испугалась. В общем, в этой истории больше вопросов, чем ответов. Наконец, еще один сюжет, который раскрывает методы работы ФСБ против оппозиции. У меня есть приятельница. Хорошая девчонка с яркой внешностью, имя которой я не хочу афишировать. Нельзя даже сказать, что мы друзья. Просто знакомые. В 2018 году она получила работу в Прибалтике, где должна была провести ближайший год. Она уже перебралась в другую страну и написала в фейсбуке вопрос, вдруг кто-то едет туда из Москвы и мог бы передать пакет с вещами от мамы. И вот ей пишет незнакомый мужчина. Говорит, что он на днях как раз собирается приехать и будет рад помочь. После встречи в Прибалтике они решили посидеть в баре и познакомиться получше. А в конце общения он попытался завербовать мою приятельницу и стало понятно, что это офицер ФСБ. Вот как она описывает случившееся в переписке со мной. Привет. Ты знаешь, я переехала. Хотела, чтобы мама передала посылку. Я написала на Фейсбуке пост, и какой-то чувак отозвался. Но было странно. У него фотографии на Фейсбуке одна, а когда я его увидела, это вообще другой чувак. И он такой, давай посидим в баре. Ну мы сидим, и я уже понимаю, что хочу домой. И тут он такой говорит, ну вот знаешь, я еще видела у тебя в друзьях на Фейсбуке Илья Яшин. Вы с ним общаетесь? Я говорю, что мы просто знакомые, давно не виделись. Он такой, слушай, я бы очень хотел, чтобы ты восстановила с ним общение. Я бы хорошо заплатила за кое-какую информацию. Я просто выпала в осадок. Знаешь, сижу и говорю, что ты хочешь, я не понимаю. Он говорит, ну мы были очень рады, что нашли тебя. Это все не безвозмездно. Сама понимаешь, заплатим хорошие деньги. Подумай, когда приедешь в Москву, можешь типа встретиться с Ильей туда-сюда. Я говорю, не, не, спасибо, не надо. Блин, это все стрёмно, конечно. Бред просто какой-то. Знаете, я начал заниматься политикой довольно давно, еще в 2000 году. У меня, конечно, не было иллюзий. Я понимал, что борьба за власть – это жесткий вид спорта, что здесь хватает грязи и не стоит ждать морального поведения от оппонентов. Но я действительно был поражен, когда убедился, что российские спецслужбы не стесняются вообще никаких методов против критиков Кремля. Конституция и Уголовный кодекс строго защищают частную жизнь любого человека, независимо от политических взглядов. Например, статья 137 УК РФ предполагает срок от 3 до 5 лет за незаконную слежку и публикацию материалов скрытой съемки. И эта статья неплохо работает, когда речь идет о представителях власти или самих офицерах ФСБ. Государство действительно жестко охраняет частную жизнь чиновников и силовиков. Если вы пытаетесь выяснить что-то про их личную жизнь, будьте готовы к обыскам и арестам. Но закон перестает работать, как только речь заходит про частную жизнь людей, выступающих против Путина, против Единой России и уж тем более людей, которые борются за власть. Я хочу сказать, что это ненормально. В России создана по сути криминальная система слежки за оппозицией с использованием неограниченных государственных ресурсов. Эта система работает в интересах людей, которые незаконно удерживают власть. Впрочем, эффективность таких методов, как мне кажется, не очень высока. Что общество может узнать из этого компромата? Что оппозиционеры занимаются сексом? Что они живые люди? Согласитесь, если человека нечем дискредитировать, кроме секса, за него вполне можно голосовать. А вот за власть, которая использует подобные блядские методы, голосовать точно не стоит. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, тогда его увидят больше людей. Распространяйте ролик в соцсетях. Подписывайтесь на мой канал. Становитесь его спонсорами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok